Всем привет! Говорит и показывает Москва, компания Нателерус, Марка Натинуэль и я, ваш покорный слуга, доктор Семенов. Мы продолжаем с вами говорить, ну в основном я продолжаю говорить о сложных, сочетанных пациентах, о полиморбидных, клинически сложных случаев и о том, какие же препараты назначать в разных ситуациях в домашний уход пациенту, чтобы максимально охватить весь спектр проблем, сложных проблем, сочетанных, которые имеются, клинически определяются у нашего пациента. Итак, сегодня наш пациент имеет действительно сложную ситуацию акне на фоне такой дегидратации. Акне, сочетаемая с дегидратацией. Элементы акне, допустим, папулопустулезная форма, первичные морфологические элементы комедоны, открытые или закрытые, ретенционные кисты, папулопустулы, хорошая воспаленная кожа. Хотя, как правило, такая ситуация в моновиде не представляет каких-то сложностей в плане диагностики и назначения домашнего ухода. Что мы обычно назначаем? Правильное двухфазное очищение, молочко плюс клинсер 9%. Себофлюид на ночь, крем Окси 100 в качестве дневного ухода, BB крем Перфекция. Ну вот, собственно, этого как бы достаточно. Можно побаловать пациента еще на ночь назначить крем ДФН плюс поверх сыворотки Себофлюид. В течение двух недель уже пациент будет иметь хорошие результаты, хорошую динамику положительную. И через два месяца можно сказать, что наш пациент в полной клинической ремиссии. Да, именно так и работают препараты на Тинуэль. Вот в данной комбинации, которую я вам сейчас перечислил. Но если у нашего пациента помимо признаков акне-бульгарис, еще имеются и признаки дегидратации. Нерогенное воспаление, эпидермис обезвоженный, чувствительный, диффузное шелушение, что, в общем-то, обогащает и усугубляет общую картину морбидную. Такой полиморбидный пациент. И в такой ситуации, допустим, Себофлюид мы уже не назначим. И подумаем, какой же клинцер все-таки назначить пациенту. Может быть не 9-процентный, а, допустим, 5-процентный. Или какие еще препараты, допустим, добавить в нашу основную тройчатку. Вы в курсе, что домашний уход на тюнуэль – это такие вот нозологические тройчатки. Минимум 3 линии препаратов мы назначим пациенту. Первая линия – это всегда очищение, домашний уход и ночной уход. Но еще мы более сложно это все разделяем на симптоматическую и этиопатогенетическую терапию. Вторая линия – это этиопатогенетическая терапия. Препараты, воздействующие на причины, механизмы развития основной нозологии. И третья линия – это вспомогательные симптоматические препараты, чтобы, скажем так, усилить или ускорить появление терапевтического эффекта. Итак, пациент наш с элементами акне и в то же время обезбоженная дегидратированная кожа. Очень часто в своей практике я вижу такие пациенты не редкость. И, как правило, вот эта дегидратация и нейрогенное воспаление имеют артифициальную природу. Они созданы самим пациентом, они искусственные. Ну, чем пользуются наши пациенты? С акне вульгарис, с розоцеи. Ну, они очень любят сульфат, содержащие клинцеры. Очень любят спирт. Я сам обладатель жирной кожи с тенденцией к акне. И я проходил этот этап, когда в своем ежедневном очищении используют сульфатные шампуни, сульфат, содержащий умывашки для лица, да, потому что они хорошо пенятся, они очень хорошо обезжиривают кожу. И мне очень нравилось вот это ощущение скрипа, когда после очищения, после применения этого геля, пенищегося, душистого, проводишь пальцами по коже, так скрипит аж обезжиренная кожа, так приятно. Да, чистит себя до скрипа, Наталья подтверждает мои слова. Конечно, конечно, но не все наши пациенты с вами знают, что такое ребаунд эффект, что такое ребаунд эффект от скоп. Чем сильнее ты обезжириваешь кожу, чем сильнее кожа страдает от симптомов дегидратации, обезвоживания, тем больше она в ответ рефлекторно производит севома кожного сала. А, естественно, усиление сибарей приводит к эскалации, к усугублению, да, Наталья, к усугублению общей картины акне. Поэтому первое, что мы делаем, отменяем сульфаты нашим пациентам, сульфат, содержащий клинцеры. Не жалейте времени, коллеги, объясняйте вашему пациенту, что такое физиология, что такое нормальная функция нашего организма. Что физиологическими клинцерами могут считаться только бессульфатные клинцеры с маркировкой no sls, вот посмотрите. Как пример, клинцер 5% с маркировочкой no sls, что обозначает нет ни лаурил сульфата, ни лаурет сульфата в составе. Это бессульфатное очищение, оно физиологическое, следовательно, может использоваться ежедневно, для ежедневного очищения. Оно безопасное. Безопасность, не навреди. Вот основной постулат медицины. Первое, о чем мы с вами должны думать, коллеги, уважаемые косметологи, о безопасности наших пациентов. Поэтому не жалейте времени, объясняйте пациентам, что ежедневное очищение должно быть бессульфатное, что сульфаты, содиум лаурил сульфат, содиум лаурет сульфат, вредят не только человеку, человеческой коже, человеческой микробиоте, вызывают ребаунт эффект, усугубляют, отягощают течение акне, ускоряют, оказывают проградиентное воздействие на процессы старения. Сульфаты нас старят. Ну как можно каждый день умываться сульфатами? Как можно каждый день использовать зубную пасту сульфатами, или шампунь с сульфатами, или гель для душа? Вы что, хотите побыстрее состариться? Ну нет, конечно, сульфаты оказывают проградиентное воздействие на процессы старения через механизм инфламейджинга, через механизм воспалительного старения. Инфламейджинг. Поэтому отменяем сульфаты, назначаем правильное, бессульфатное, двухфазное очищение марки натянули. Первая фаза – это молочко, милк, мейкап, утром и вечером. Да-да-да, утром и вечером. Пациент скажет, а зачем мне наносить утром молочко, использовать его в принципе, если у меня нет макияжа, да, потому что наши пациенты привыкли, что основная функция молочка – это демакияж. Да, молочко в домашнем уходе натянули, милк, мейкап, выполняют и в том числе и функцию демакияжа. Но не только, оно многофункционально. Одна из функций этого продукта – насытить роговой слой профильными липидами, в частности церамидами, постолипидами, воскообразными веществами, дабы вернуть эпидермису функцию деконтаминации, водоотталкивающими свойствами, гидрофобные свойства, чтобы препятствовать пенетрации патогенных микроорганизмов. Помните, мы говорили, да, что у нас кожа нестерильный орган, там в роговом слое живут микроорганизмы, условно-патогенные. Условная, да, это значит до поры до времени, они не патогенные. И если эпидермис сохраняет свои функции, например, функцию кератиноцитов – производить собственные антибиотики, бета-дефенсины, которые сдерживают популяцию, сдерживают колонизацию микроорганизмов, если роговой слой имеет достаточную плотность, который препятствует углублению, да, такой вертикальной колонизации микроорганизмов, то, в общем-то, эти микроорганизмы остаются для нас безвредными и безопасными. Более того, они выполняют положительную функцию, они препятствуют подселению и колонизации патогенных, да, однозначно, зловредных микроорганизмов, там, золотистого стафилокока и так далее. То есть они выполняют такую антибиотическую функцию, да, антибиотики, помните, что это такое, это такой вид взаимодействия двух организмов, задача которых, ну, в общем-то, уничтожить один из, да, из видов, и занять его территорию, борьба за территорию. Так вот, живут себе эти микроорганизмы условно-патогенные, степитакол после пятидесяти, смолосетия, фурфа, она у всех живет, да, у всех они присутствуют, но в определенном количестве, ибо все яд и все лекарства между ними доза. И пока эпидермис, наша кожа сдерживает их колонизацию и распространение, да, и размножение, они не опасны для нас, они не патогены. Но когда эпидермис теряет эту функцию, микроорганизмов становится слишком много, они заселяют слишком большую территорию и провоцируют уже иммунный ответ, уже макроорганизм, макроиммунитет начинает реагировать. Появляется воспаление инфекционного генеза. Появляется воспаление. Ну и, естественно, это клинические, да, не очень хорошо эстетические воспаления со своими признаками, пятью признаками отека и ритема. Это уже нехорошо, некрасиво. Плюс ко всему это прогрессия старения, биологическое старение. На фоне воспаления идут ускоренные процессы биологического старения. Не забывайте об этом никогда и объясняйте это своим пациентам. Ну, в общем, я думаю, что после того, как вы им это все расскажете, они перестанут использовать, да, поймут, осознают необходимость ежедневного использования, то есть в ежедневном очищении использовать именно препараты, очищающие с маркировкой No-SLS, бессульфатные детергенты. Нашему пациенту мы назначим молочко Milk Makeup, которое тоже, помните, многофункционально, да, насыщает эпидермис липидами. Назначим бессульфатный клинцер. И, скорее всего, это будет клинцер пятипроцентный. Нам не девяти, и, скорее всего, не восьми, а именно пятипроцентный клинцер, потому что в составе его есть тоже липиды, искусственные церамиды, которые, скажем так, интегрируются в пространство между корнеоцитами. Такая заместительная терапия у клинцера пятипроцентного. Две кислоты в составе – лактобионовая и яблочная кислота. И вот лактобионовая и яблочная кислота тоже полезна для жирной кожи, для обезвоженной кожи, устраняет сухость шелушения и, в общем-то, решает проблему с ребаунд-эффектом, уменьшает сиборею, уменьшает производство кожного сала, что, конечно, клинически будет заметно и, в общем-то, положительно. Уменьшается видимость пор, уменьшается сальность и улучшается течение самого акно-бульгарис, второй интеркурентной проблемы. Какая из них ургентная, какая интеркурентная, какая требует первичного решения, какая вторичного, решаете вы в зависимости от особенностей клиники у каждого пациента в индивидуальном порядке. Но на фоне острого воспаления, и если острое воспаление на фоне дегидратации, мы не можем назначить нашу стандартную тройчатку антиакне, Себофлюид, Окси-100, ДФН-плюс и так далее, потому что будет усиление раздражения. Не забывайте, наше основное правило в дерматологии – раздраженное не раздражать. Если мы видим клинически у пациента признаки раздражения, воспаления, мы не можем с вами в такой случае назначить препараты, которые содержат условные или абсолютные ирританты, вещества, способные вызвать раздражение. Кислоты, альфа-бета-гидроксикислоты, сульфаты – это стандартные иританты, то есть это стопроцентное воспаление. Поэтому отменяем все иританты, отменяем сульфатные клинцеры, отменяем спирт, содержащие тоники с кислотами. Нашему пациенту назначаем правильное физиологическое, бессульфатное, двухфазное очищение, молочко, плюс клинцер именно 5% в данной ситуации. Я думаю, будет более показан, более эффективен нашему с вами пациенту. Но возможно на короткий период, пока клинически не разрешится проблема с дегидратацией, с нейрогеном воспаления. Как только проблема разрешится, можно клинцер 5% заменить на 8% или даже на 9%. В принципе, да. Потому что они тоже бессульфатные. В Нотинуэль, в домашнем уходе все клинцеры бессульфатные. Все физиологические можно использовать ежедневно. 8% клинцер самый универсальный. Итак, отменили тоники спирт, спирт, содержащие кислотные, отменили агрессию, отменили сульфаты. И вторая, это была первая линия в домашнем уходе. Основная линия, это первая, с чего начинается терапия. С отменой провоцирующих препаратов и назначение препаратов безопасных. И вот бессульфатные клинцеры. Это первое, что мы с вами назначали. Вторая линия, мы сказали, этиопатогенетическая терапия. И снова мы вспоминаем про мой любимейший препарат. Гидромойст маска. Гидромойст масочка в домашнем уходе. Это тюбик объемом 30 мл. Гель. Содержимое себя представляет такой легкий гель. Без задушки. Со своеобразным специфическим ароматом. В составе порядка 20% полигидроксикислот. ПХАС. Глюконолактон и кислота лактобионовая. Это не альфа и не бета. И не кетогидроксикислоты. А это полигидроксикислоты. Категория ПХАС. Полигидроксиацид. Эти кислоты производятся самими кератиноцитами. Это родные для нас компоненты. Кон гениальный, как мы любим выражаться. Они не обладают цикотоксичностью. У них очень-очень высокий раздражающий порог. То есть нужно в очень больших концентрациях его использовать, чтобы получить раздражение. Он не раздражает. Эти кислоты не раздражают кожу. Помните, что в растворе глюконолактона даже консервируют органы при трансплантации. Не обладают цикотоксическим действием на наши клетки. Можно наносить даже на поврежденный эпидермис. Так какие-то незначительные микроповреждения. И глюконолактон, и кислота лактобионовая устраняют симптом сухости. Устраняют шелушение. Способствуют устранению нерогенного воспаления. Антисептический эффект. Вы знаете, что глюконолактон является современным заменителем бензоилпероксида. А вот недавно у меня доктор со мной консультировался. Говорит, назначили пациенту с акне бензоилпероксид 10-процентный или 5-процентный. Я уж точно не помню, по-моему, 10-процентный. И у пациента помимо симптомов акне появилось еще и нейрогенное воспаление. Отек эритемофоновый. На что, в общем-то, не характерно для акне вульгарис. Вот, пожалуйста, альтернатива бензоилпероксида в современной косметологии. В препаратах антиакне, в том числе, являются глюконолактон. Глюконолактон. Альтернатива бензоилпероксиду. Биоцидный эффект. В общем-то, эквивалентный бензоилпероксиду. Но в то же время не обладает раздражающим действием. А наоборот, противовоспалительный эффект. Устранять сухость, шелушение, нейрогенное воспаление, антибиотический эффект, противовоспалительный эффект. Вот такие у нас замечательные полигидроксикислоты. Да, сразу целый комплекс проблем. Помимо полигидроксикислот в составе гидромоист маски, мы также видим такой молекулярный компонент липомоист. Молекулярный компонент липомоист. Сейчас посмотрите. Это полисахариды. Это полисахариды морского происхождения, которые на поверхности кожи создают микромолекулярную пленку, как препятствующие твелл, трансэпидермальной потери воды. Этот такой микромолекулярный компонент превосходит гиалуроновую кислоту и по длительности увлажнения, и по выраженности, по степени выраженности гидротации. Посмотрите на эту табличку. Вот здесь у нас 5 компонентов. Липомоист, гиалуроновая кислота 1%, глюкозаминогликаны, пропиленгликоль и глицерин. И вот посмотрите, липомоист на старте превосходит гиалуроновую кислоту по количеству удерживаемых молекул, по степени гидротации. И через 12 часов, посмотрите, остается на очень высоком уровне. Раз, наверное, в 3 превосходит гиалуроновую кислоту. Так что пресловутый гиалуроновый кислот, это, конечно, очень круто. Это хороший маркетинг. Там сама Клавка Шифер в Лореале, там этого достойный крем с гиалуроновой кислотой. Все, конечно, круто. Крем с коллагеном. Но есть компоненты более научные, более высокотехнологичные, превосходящие, увлажняющие, гидротирующие способность гиалуроновой кислоты и по интенсивности, и по времени. Сразу по двум характеристикам. Вот, пожалуйста, липомоист. Такой вот молекулярный компонент, наномолекулярный. Гидромоист масочка с высокой концентрацией действующих компонентов. Назначаем пациенту с нашей сегодняшней проблемой, это акне и дегидратация. Решает сразу две проблемы. Регидратирует, уменьшает сразу несколько проблем. Регидратирует, уменьшает сухость шелушения, разглаживает морщинные сухости, уменьшает нейрогенное воспаление и оказывает антибиотическое, антисептическое действие. Способствует скорейшей регенерации каких-то микровоспалений, микроповреждений. Гидромоист масочка. Ее применять можно двумя способами. Вы все это помните, все знаете. Первый способ классический, как маску, 2-3 раза в неделю, можно утром, можно вечером. После правильного двухфазного очищения, средне-толстым слоем, как маску, на влажную кожу, правило 3 секунд, на влажную кожу наносим лицо, веки в пределах орбитальной косточки, шея. Можно на губы наносить, если нужно, декольте, минут через 20. Желательно еще накрыть влажными салфеточками, чтобы маска не высыхала. Через 20-30 минут избытки этой маски убираем, не смываем и наносим препарат основного ухода. Это может быть крем Био-Софт, это может быть крем Био-Делиз, может быть Окси-100, очень хорошо с Окси-100 сочетается. В общем-то, все что угодно. Второй способ эксплуатации этой масочки Гидромоист, несмываемый, как сывороткоувлажняющий. Я именно так и использую эту масочку. Вторым способом, вторым методом. После двухфазного очищения, небольшое количество на влажную кожу, быстренько распределяем, впитываем, как сыворотку, примерно 1 мл, на веки тонким слоем, на губы. Как только гель впитался, это маска Гидромоист, наносим основной уход. Тоже все что угодно, это может быть любой крем, это может быть и Окси-100, это может быть и Био-Софт, и все что угодно. Один-два раза в день можно использовать эту масочку в качестве сыворотки. Но давайте договоримся с вами так. В острый период, когда все клинические симптомы у нас на своей острой фазе, на пике остроты находятся, можно использовать ежедневно, утром и вечером, два раза в день. По мере стихания, обострения, по мере того, как пациент будет входить у нас в ремиссию, кратность аппликации мы уменьшаем. То есть, допустим, уже не два раза в день, утром и вечером, а один раз или только утром, или только вечером. Ну и потом переходим уже на несколько раз в неделю, через день, через два и так далее. Совсем прекращать использовать эту маску не рекомендую никому. Пусть она будет у всех у нас с вами в ежедневном уходе. Особенно у пациентов с тенденцией к акне в комбинации с дегидратацией и нейрогеном воспалением. Итак, гидромоист масочка, препарат второй линии и тёпатогенетической терапии. Какие еще препараты, да какие кремы мы можем посоветовать использовать нашему сложному пациенту с акне и дегидратацией? Какой крем нанесем сверху? Крем Биоделиз. Совершенно спокойно. Крем Биоделиз. Его можно использовать как дневной крем, да, 10% миндальной кислоты. Я его люблю больше как дневной крем Биоделиз. 10% миндальной кислоты. СПФ, увы, фильтры. Два пептида, один из них противовоспалительный, имитирует действие супероксидисмутазы. Два пептида в составе. Гидролизат шелкового белка, серецин. Гидролизат серецина, шелкового белка, который создает такой вот эффект гладкости. Чтобы БиБиКрем, наш любимый перфекции, лег ровно, не подчеркивал, не акцентировал поры, чешуйки, какие-то дефекты. Идеальная основа для макияжа, идеальный дневной крем для жирной кожи с тенденцией как нам. Крем Биоделиз, очень хорошо сочетается с гидромойстом масочкой, особенно сейчас в летний период. Посмотрите, какая легкая текстура у крема Биоделиз. Крем Биоделиз, очень легкая, полугелевая, крем-гель текстура, такой называю. Олиогель, нет, не олиогель, крем-гель, да, это ближе вот к такому. Крем-гель, очень легкая текстура. Наталья вот не выдерживает, пишет, да, он супер. Крем Биоделиз, да, очень-очень часто назначаемый крем. И попробуйте, попробуйте его и сами комбинировать, сочетать с гидромойстом маской, как в качестве сыворотки. И назначите вашим пациентам, кому он показан, да, как показана такая комбинация, такое сочетание. Но она очень многим показана, поэтому прошу любить и жаловать. Крем Биософт, смотрите, он сам по себе содержит полигидроксикислоты, да. 8% полигидроксикислот, лактобионовую кислоту, глюконолактон, тоже пептиды, липиды. И вы не поверите, но иногда, вот, да, мы говорили, что клинически на первый план иногда может выходить именно дегидратация, именно высокая степень обезвоживания. И поврежденный эпидермий, да, либо пациент там пережег кислотой какой-то кожу лица, экспериментировал с кислотами, с какими-то марками непонятными, косметическими, неясной этиологией, которые сейчас наводнили просто просторы наши. Все продаются на ebay, прости господи, да, на каком-то там, наши пациенты покупают эти кислоты, эти пилинги, используют, мажут на свои морды, потом облазят, имеют еще какие-то проблемы нейрогенного характера, да. То есть еще усугубляют свои проблемы. И вот такому пациенту, конечно же, я бы посоветовал в первую очередь крем Биософт. Если вы назначаете пациенту крем Биософт, тогда гидромойст маска, ну, скажем так, не особо-то и нужна. Это альтернативные препараты. Итак, если клинически на первый план выходит все-таки поврежденный эпидермис, воспаление, дегидратация, то тогда все-таки Биософт более уместен, более логичен. Наоборот, да, противоположная ситуация, воспаление инфекционное доминирует по полупустулезной элементу, но все-таки гидромойст масочку. В таком случае я бы назначил пациенту, ну, как один из элементов ухода. Под крем Окси-100, под крем Био-Делиз, очень хорошо, как бы, гидромойст маску мы в таком случае используем как источник полигидропсикислой. Она является таким обогатителем, обогащает любой уход при любой патологии. В частности, и наша сегодняшняя тема пациента с такой патологией – сочетание акне-бульгарис и симптомы дегидратации. А вот, полигидропсикислоты – это палочка-выручалочка для таких сложных пациентов. Показано практически всем полигидропсикислоты. Прошу любить и жаловать. Волшебный препарат – гидромойст маска. Анти-эйдж, анти-прыщ, анти-всё. Сейчас в лето прям срочно-срочно заказывайте, берите и пробуйте сами, как это работает. Помните, что если у пациентов имеется экстрофоциальная локализация проблемы, то же самое – сибарей, сибарейный дерматит, акне, допустим, верхняя треть груди, плечи, спина, волосистая часть головы, гидромойст маску просто наносим после очищения на влажную кожу, впитываем и не смываем. В принципе, сверху можно нанести какие-то другие препараты, например, себуфлюид или оксисто. Там можно наносить её экстрофоциально, на другие участки тела, не только на лицо. Волосистая часть головы просто супер, просто супер. Пациентам сибапсориазом, сибарейным дерматитом. Да, волосистая часть головы нам часто выдаёт такие сложные, ставят перед нами сложные задачи. Там и дисквамация, избыточное патологическое шелушение, там и пополупостулёзные какие-то элементы, и очаги гиперкератоза по типу асбестовидного лишая, либо по типу псевапсориаза. Ну, пожалуйста. Гидромойст масочка на волосистую часть головы. И не смывать. В период обострения ежедневно, по мере стиха не обострения, увеличивать интервал между аппликациями, там через день, через два и так далее. Перейти на поддерживающую терапию раз в неделю. Вот так вы с нами и договоримся. Какие у вас вопросики, может быть, остались по сегодняшней теме? Домашний уход пациентов с отчетанной патологией, акне-вульгарис и симптомы дегидратации. Не забывайте отменить провоцирующие препараты. Наши пациенты сейчас являются просто жертвами рекламы. Что-то где-то увидели на каком-то сайте, на Вайлдберрисе. Тут же купили и применяют, не задумываясь о том потенциальном вреде, который могут применять эти препараты. Все-таки я очень-очень согласен с тем, что косметология стала отраслью медицины. Потому что нужно достаточно много знать. Да, и государство должно контролировать эту отраслью. Мне кажется, пожестче. Итак, если вопросов нет, спасибо, Ольга. Спасибо, Наталья. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Завтра мы с вами встречаемся в прямом эфире. Продолжаем обсуждать наших полиморбидных пациентов. Завтра у нас тоже сложный пациент. Сухая кожа, расширенные поры. Ох, у меня столько пациентов. Ладно, жирная кожа, жирная сиборея, расширенные поры. Сухая кожа, расширенные поры. Что же делать? Поговорим с вами об этом завтра. Спасибо за эфир. Спасибо. До свидания. Пока-пока.